Плато Гиза в Египте как магнитом притягивает туристов. И хотя едут они сюда просто отдохнуть, очень трудно не попасть под влияние той магической энергии, которая как будто исходит от древних пирамид и пронизывает здесь все вокруг. Кто-то приходит в восторг, кого-то вдруг охватывает тревога, кто-то задумывается о смысле жизни. Увидев своими глазами то, что не передает ни одна фотография, многие задаются вопросом, кто же все-таки построил эти пирамиды? И как? Принято считать, что проход в Великую пирамиду пробили арабы по приказу халифа Аль-Мамуна в 7 веке н.э. Но так ли это? Арабские тексты с описанием этих событий противоречат не только друг другу, но и реальным фактам. После подъема по большой галерее, рабочие Аль-Мамуна будто бы попали в камеру с наклонным сводом, где стоял саркофаг из зеленого камня в форме человека. Как видим, ничего общего. Посмотрим теперь на облицовку пирамиды. Хотя ее активно разбирали, в самом нижнем ряду кое-что все-таки осталось. Правда, за многие тысячи лет ветер и песок сильно потрепали эти остатки. Тогда каким образом могли сохраниться практически неповрежденными блоки по центру северной стороны? Материал одинаковый, возраст тот же самый. Ответ, который просится. Они сохранились, потому что были укрыты от внешнего воздействия обломками из пробитого прохода, все то время, когда облицовку в других местах точили ветер с песком. Получается, что проход был пробит вовсе не в 7 веке нашей эры, а гораздо раньше, во времена первых фараонов. На стороне этой версии оказывается и древний текст, который говорит о поисках Хеопсом неких секретных комнат, где хранились священные формулы бога Тота. Немалая загадка. Каким образом те, кто пробивал проход, с первой же попытки попали именно в то место, откуда можно проникнуть в обе части пирамиды, разделенные гранитной пробкой? Даже изгибы пробитого прохода больше похожи просто на корректировку заранее известного курса. Но откуда известного? Любопытная деталь. Если бы сразу нашли настоящий вход, то в самую важную часть пирамиды за гранитной пробкой попасть не смогли бы. Пробка была скрыта за обычным известняковым блоком. Хорошая пробочка. Сколько есть таких пробок еще? Да. А точно она же была закрыта. Точно вот отсюда вырубили. Сколы видны. Отличительной особенностью пирамид является мощная акустика во внутренних коридорах и камерах. Сильная акустика в замкнутом пространстве не является чем-то необычным. Однако возникает впечатление, что древние мастера стремились специально усилить этот эффект и добиться резонанса всей внутренней конструкции на одной частоте. Почти в каждой пирамиде можно найти такие точки, в которых издаваемый звук заставляет ее откликаться в ответ. Причем эхо длится не менее нескольких секунд. Наиболее заметен этот эффект в Великой пирамиде, которая сильно резонирует на единой частоте – 438 Гц. Нередко в камере царя можно увидеть людей, которые прижимают руки к стенам, закрывают глаза и начинают гудеть, погружаясь в транс. Если собирается целая группа медитирующих, то звук их гудения разносится по всем коридорам и камерам. И кажется, что откуда-то сверху доносится тихая мелодия. Не сказать, что это были какие-то оригинальные эксперименты. Это давно отмечено было, что имеются резонансы у тех камер, которые построены толще пирамиды, связанные с частотами, которые легко и довольно естественно издают человеку. И когда мы оказались в камере царя, вестибюле, это называемая камера царя, то мы там стали гудеть, то есть издавать некий звук. Довольно быстро, просто почти сразу удалось обнаружить такую частоту довольно низкую, вполне достижимую для любого человека. В примере, для мужского голоса не представляет никаких проблем, когда этот звук совершенно здорово резонирует с окружающим пространством. Я не уверен, что это какая-то особенность именно пирамиды, и для этой камеры можно попробовать в любом помещении, которые достаточно жесткие стенки имеют, чтобы звук не рассеивался. Но тем не менее, вот это тоже факт. Причем психологическое воздействие такого звука, конечно, здорово ощущается, когда все вокруг тебя гудит, и когда звук, который ты задаешь в грудной клетке, у тебя отражается просто со стороны окружающих стенок, имеются отражения такие, что ты сам в этом звуке участвуешь. Это очень сильное впечатление психологическое, но я не думаю, что это какой-то издутаж. В таких экспериментах ощущаешь себя тем самым неандертальцем, только не перед трансформатором, а внутри него, или внутри какой-то другой установки непонятного назначения. Считается, что эти блоки предназначены были, чтобы перегораживать доступ, предотвращать, но реально они не опускались никогда ниже. Здесь стоял просто другой блок. Так называемая предкамера. Вообще вся конструкция напоминает больше техническое устройство, как вот эти. Впрочем, версия того, что Великая Пирамида является неким техническим устройством, далеко не нова. В рамках этой версии пирамида работает в том числе и как трансформатор. Как огромная линза, она собирает энергию Земли, преобразует ее в какой-то другой вид и отправляет куда-то. Многое в этой гипотезе пока остается неясным, но довольно очевидно, что вся конструкция далеко не случайна, и каждый ее элемент играет вполне определенную роль. Согласно древним преданиям, на вершине Великой Пирамиды находился камень Бенбен, упавший с неба. Что это был за камень и куда он пропал, неизвестно. В рамках техногенной версии это был некий излучатель или ретранслятор, который посылал собранную энергию в заданном направлении. А историки полагают, что это был действительно обычный камень – пирамидеон. Однако ни от одной из больших пирамид, которые были построены в древней цивилизации богов, пирамидеон так и не был найден. Большой удачей и подтверждением именно своей версии историки считают то, что находится сейчас у восточной стороны Красной Пирамиды. Здесь стоит якобы пирамидеон, который был будто раньше на вершине Красной Пирамиды. На самом деле, когда смотришь вблизи, оказывается, что он слеплен из отдельных кусочков. Просто на потребу туристов. Если пройти по кругу, видно, что ни у одного из действительно древних осколков нет двух угловых ребер, а края осколков не совпадают друг с другом. То есть они вполне могли быть вовсе не на вершине, а на любой высоте пирамиды. Самый верхний кусок вообще сделан из известняка совсем недавно, о чем говорит и цвет, и фактура его поверхности. Это подделка чистейшей воды. Скорее всего, реальный пирамидеон, или бин-бин как с Красной, так и с Великой Пирамиды, утерян для нас навсегда. Другой утерянный элемент – содержимый большой галереей Великой Пирамиды. Сама галерея с мощным ступенчатым сводом напоминает громадный резонатор, который чутко отзывается на любые колебания и усиливает их. Качество конструкции говорит о том, что все ее детали далеко не случайны и были зачем-то нужны. Попарно сделаны углубления с двух сторон. Рука уходит туда сантиметров 20 глубиной. Зачем они здесь были нужны? Есть много версий, но никто реально не знает. Углубления похожи на места крепления каких-то элементов конструкции. Но каких элементов? Современные археологи обнаружили уже пустое помещение. Однако нижняя часть коридоров была почти полностью забита каменными осколками. Появиться они могли только из верхней части. Тот, кто проник в пирамиду в древности и пытался попасть в камеру царя, ломал преграждавший путь конструкции и сбрасывал обломки вниз. Сейчас эти обломки лежат на платок где-то в отвалах мусора, куда их вынесли археологи. Сможет ли кто-нибудь здесь найти подсказку для ответа на вопрос, что же было все-таки в Большой галерее? Пока такую подсказку никто искать не пытался. Тут же на плато еще одна нераскрытая загадка. Неподалеку от Великой пирамиды, прямо в скале прорублены проходы, которые очень точно повторяют часть ее внутренней конструкции. Место соединения нисходящего и восходящего коридоров. Историки полагают, что их сделали древние египтяне в качестве модели, по которой в дальнейшем строили саму пирамиду. А вот эта часть нисходящий как бы проход. Ровно тех же размеров. Все просто прорезано в скале. Делать какую-то модель при постройке, прорубаясь в скалу, вместо того, чтобы собрать просто из блоков. Совершенно глупое занятие. Зачем это надо было, непонятно. Скорее всего, просто отрабатывали механизм какой-то сочленения тех коридоров, как он работает. И здесь просто проводили тестовые испытания. Дополнительная загадка этой конструкции – вертикальная шахта. Вот вертикальная шахта, которую в Великой пирамиде говорят, что нет. Или считают, что нет. Здесь она есть. Вот там закрывается гранитная пробка, и, в принципе, может быть над ней что-то и есть. По одной из версий, здесь проверяли работу гранитной пробки, которая благодаря кристаллам кварца может выполнять роль пьезоэлемента, трансформировать механические напряжения в электромагнитные волны. Египет находится в зоне геологических разломов, и землетрясение здесь на редкость. Любое землетрясение – это мощный источник сейсмических волн. То есть тех самых механических напряжений, которые пирамида и преобразует в какой-то другой вид энергии. Однако и в спокойные периоды кора Земли испытывает механические напряжения. Из-за них скальные породы издают треск, который человеческое ухо не слышит, но который образует постоянный сейсмический шум. И вот измерения интенсивности этого шума в разных точках, на пирамидах и вокруг них, выявляют странный эффект. С точки зрения здравого смысла, в районе пирамиды, собственно, на самой пирамиде и непосредственной длинности от нее, мы должны были бы обнаружить уменьшение амплитуды, снижение интенсивности, ну, может быть, всех шумов, но высоких частот совершенно вероятненько. Тем не менее, оказалось, что результаты измерений дают прямо противоположный эффект. То есть, обнаружилось несколько частот, я не помню, две или три частоты, на которых интенсивность увеличивается просто в десять раз. С чем связан этот эффект? Ну, я хочу сказать. Это лишний раз говорит о том, что пирамиды могут являться какими-то антиферлическими сооружениями, в смысле, взаимодействие с окружающими сливами пирамиды действительно могла работать или даже еще продолжает работать, как некий технический объект, который собирает дармовую энергию планеты на основе неизвестной нам технологии. Приветствую всех сторонников и любителей альтернативного взгляда на древнюю историю. Сегодня у меня для вас сразу несколько, надеюсь, интересных объявлений. Ну, а каким из них воспользоваться или все пропустить мимушей, решать вам. Во-первых, принято решение и уже началась подготовка по проведению очередного выездного в Каир и Египет семинара ЛАИ с 18 ноября по 30 ноября этого 21-го года. Семинар ожидается интересным. В его рамках, помимо традиционной серии докладов, разных докладчиков, как ЛАИ, так и просто людей со стороны, кто захочет выступить, кстати, присылайте свои доклады, ссылка будет внизу под видео. пройдет второй, по крайней мере, мы это постараемся организовать, заход в уже хорошо вам всем известную пирамиду Сахимхета. Мы были в этой пирамиде в мае этого года. Результаты, которые мы получили, обескураживают, непонятны, и требуется как минимум еще один раз попасть в эту пирамиду, чтобы получить факты, которые бы пролили свет, с чем мы столкнулись. Каждый, кто хотел, видел наши материалы на эту тему и, наверное, понимает, о чем речь. Кто не видел, может найти видео в начале лета о посещении пирамиды Сахимхета. Также в рамках этого мероприятия с семинаром после него будет традиционный круиз по югу Египта, где помимо привычных храмов Комомба, Этфу, Луксорского храма, Карнака, ряда других храмов, мы с большой вероятностью посетим так называемую гробницу номер 33. Мало кто из любителей Египта знает даже о факте этой гробницы. Она мало кем посещалась, но мы получили принципиальное согласие от Министерства древностей, сделать нам возможность туда попасть за традиционную сумму, которую мы уже привыкли осваивать. Ну и те, кто поедет в круиз, с высокой вероятностью спустится в эту гробницу своими глазами, увидит, своими руками потрогает памятник, который мало кто изучал и видел. Помимо семинара и круиза будет программа после семинара параллельно с круизом. Тут они не пересекают, вернее, параллельно идут. Поездка по храмам Египта. Для искушенных наших постоянных участников поезда к Египту Ондерш подготовил программу 13- или 14-дневную. Нужно посмотреть. Все это есть на сайте aturs.ru. Поездка по самым-самым-самым храмам. Это не совсем альтернативная история, но рядом. Так что воспользуйтесь случаем. Группа там совсем маленькая, часть группы уже набрана, но Ондерш ждет еще участников на вот это мероприятие. Это первая часть моего объявления. Есть еще две маленькие части. Одна из них касается того, что мы наконец подступились, то, что нам не получилось в начале пандемии. В марте прошлого года была запланирована поездка в Мексику, но она сорвалась из-за решений правительства о остановке авиационного сообщения. Группа была заморожена и ждала своего часа, когда будут открыты границы, когда можно будет повторить попытку посещения вместе с Лаи Мексики. И вот я сообщаю для многих радостную новость. С 5 по 17 ноября этого года поездка в Мексику должна состояться. Набор группы идет успешно. У нас уже 13 участников. Группа будет либо 20 человек, либо 30, в зависимости от того, один автобус нас будет сопровождать или два. В любом случае у вас есть еще возможность зайти на сайт Атурс, найти тур по Мексике и записаться в участники мексиканского приключения. А приключения там, по сути, гарантированы. Вместе с нашей сопровождающей, Любой Першиной, большому специалисту по Мексике, мы планируем тихонько-тихонько, бачком-бачком, когда будем посещать Поленки, отойти в сторону так называемой горы-пирамиды. Есть там такое образование, которое еще Скляров заметил, показал мне и сказал, вот смотри, тут на горизонте такая странная гора. Не является ли она просто заросшей пирамидой? И тогда у нас не было ни времени, ни готовности ее посетить. Сейчас мы попробуем, по крайней мере, частью группы, наиболее заинтересованной, сходить туда. Ну, копать нам никто не разрешит, но даже посмотреть, что из себя представляет основание и какие-то верхние части этой горы, очень даже хотелось. Так что приключения вас, как минимум, в этом плане ждут, но и полно других интересных моментов, которыми столкнулись мы в 2007 году, когда вместе с Андреем Скляровым снимали фильм «Древняя Мексика». И третий момент. У нас, помимо всего этого, запланирован тур по нашему российскому Байкалу. Часто меня лично, ну и вообще ЛАИ, упрекают в том, что мы не проводим экспедиции или каких-то путешествий по родной стране. Вот мы исправляемся и подготовили программу, состоящую из, в основном, водного круиза по Байкалу на комфортабельном, достаточно таком удобном кораблике. Мест всего 12, 6 двухместных кают, поэтому, думаю, уйдут они достаточно быстро. Присоединяйтесь. И хотя ЛАИ не может сказать, что мы знаем на Байкале места, где жила, работала и что-то творила древняя высокоразвитая цивилизация, и, наверное, никто не предъявляет таких мест, может быть, именно вам посчастливится в рамках этой экспедиции заподозрить какие-то отдельные холмы или горы в связи вот с деятельностью ДВЦ. Так что заходите на сайт aturs.ru, изучайте наши программы, принимайте участие. Мы будем рады вас видеть среди наших коллег и будем исследовать остатки древней цивилизации вместе. До встречи!